Тема моего доклада «Определение возможности интероперационного выявления гистотипов колоректального рака методом оптическо-конгерентной эластографии». В клинической практике 95% всех опухолей толстой кишки диагностируют как аденокарцином без дополнительных уточнений. В действительности данный гистотип встречается в 40-60% случаев. В настоящее время выделено несколько гистопатологических вариантов колоректального рака, совокнуто с составляющих почти половину всех случаев. Это медулярный рак, морфологическая картина которого представляет собой солидную разновидность аденокарциномы с минимальной железной дифференцировкой и выраженной лимфогистецитарной инфильтрацией. Крибреформная аденокарцинома, характеризующаяся обширными железами с центральным некрозом внутри. Микропапиллярный рак, отличающийся небольшими скоплениями опухолевых клеток, располагающихся в пустых пространствах без натуральной выстилки и воспаления. Зубчатая аденокарцинома, морфологическая картина которой характеризуется железными структурами в виде зубцов. Муцинозная аденокарцинома, отличающаяся обильным внеклеточным муцином, занимающим более 50% площади всей опухоли. И другие гистотипы. Недостаточное внимание к точному определению морфологических типов колоректального рака связано с отсутствием клинических рекомендаций по лечению и недостаточным количеством знаний о прогнозе каждого типа. Однако последние данные об эффективности лечения и прогнозе для каждого гистотипа свидетельствуют о необходимости создания инструмента ранней неинвазивной диагностики и определения гистотипа колоректального рака. Таким инструментом можно считать оптическо-герентная эластография. Эластография – это визуализация неоднородности биологических тканей по жесткостным свойствам. В клинике используют методы УЗИ и МРТ эластография, однако они зачастую не способны определять абсолютное значение жесткости и не имеют достаточного разрешения для изучения особенностей микроструктуры тканей на уровне близкому гистологическому исследованию. Тогда как разрешающая способность метода оптическо-герентной эластографии достигает 40-50 микрометров, что позволяет изучать ткань на уровне скопления клеток и при этом получать абсолютное значение жесткости. Эластографические исследования осуществлялись на мультимодальном оптическом когерентном томографии, разработанном в Институте прикладной физики РАНа города Нижнего Новгорода. Принцип метода оптическо-герентной эластографии заключается в определении значения модуля ЮНГа, то есть жесткости ткани, где, заведомо зная жесткость калибровочного силиконового слоя и определяя деформацию в калибровочном слое и изучаемой ткани, мы получали карту распределения абсолютного значения жесткости для участка изучаемой ткани. Цель исследования – определение возможности метода оптическо-герентной эластографии в изучении гистотипов клароктального рака пациента. Объекты исследования являлись 11 послеоперационных образцов. По результатам повторного морфологического исследования послеоперационного материала и сравнении с результатами выписанных эпикризов, определено по 6 образцам результаты совпали, по 4 образцам получено расхождение в заключениях. По результатам пересмотра определены 5 образцов аденокарцинома без дополнительных уточнений, по 2 образца муцинозной аденокарциномы микропапиллярного рака и 1 образец скрибреформной аденокарциномы. Также для определения структурной картины и особенностей был исследован образец неизменённой толстой кишки. По результатам гистологического исследования толстой кишки в норме наблюдалась типичная гистологическая картина – то есть слизистая оболочка, подслизистые основы и подлежащие слои. Тогда как эластографические карты отображали лишь слизистую оболочку, характеризующуюся низкими значениями жёсткости от 50 до 90 кПс, а также в подлежащих слоях наблюдалось исчезновение полезного сигнала. При исследовании аденокарцином без дополнительных уточнений высокой дифференцировки отмечены железнодоподобные опухолевые структуры и инфильтрированные опухолевыми клетками или фигистицитарными элементами опухолевой стромы. На эластографических картах области железнодоподобных опухолевых структур характеризовались высокими значениями жёсткости – от 600 до 900 кПс, а области строма характеризовались средними значениями жёсткости – от 100 до 500 кПс. Для крибреформной аденокарциномы, особенности которой заключаются в раннем метастазировании в лифатические узлы, выраженном узловом метастазировании, а также в менее благоприятном прогнозе по сравнению с аденокарциномом без дополнительных уточнений, отмечены обширные железы с широким просветом и некрозом внутри, и опухолевая строма. На эластографических картах крупные железы представляются как участки высоких значений жёсткости – от 600 до 900 кПс, с исчезновением полезного сигнала внутри, ввиду того, что некроз внутри просвета не лоцировался. И области строма характеризовались средними значениями жёсткости – от 100 до 500 кПс. При исследовании муцинозной аденокарциномы, особенности которой заключаются в частых перитениальных метастазах, особой структуре, наблюдаемой также как эффект новодиантной химиотерапии, с чем её часто путают, и характеризующуюся менее благоприятным прогнозом по сравнению с аденокарциномом без дополнительных уточнений, отмечены обильные внеклеточные поля муцина и разделяющие их стромальные тяжи. На эластографических изображениях поля муцина характеризовались исчезновением полезного сигнала внутри, тогда как стромальные тяжи характеризовались низкими значениями жёсткости – от 100 до 300 кПс. При изучении образца микропопулярного рака, характеризующегося ранними метастазами лимфатические узлы, отдалёнными метастазами и менее благоприятным прогнозом по сравнению с аденокарцином без дополнительных уточнений, отмечены характерные скопления опухолевых клеток, располагающихся в пространстве без антитериальной выстилки и воспаления. На эластографических изображениях такие скопления характеризовались очень высокими значениями жёсткости, от 1000 до 1200 кПс. В заключении хотелось бы сказать, что выявлены перспективы метода оптической герентной эластографии в определении гистотипов клароктального рака пациента. Получены эластографические карты различных гистотипов клароктального рака и выявлены следующие особенности. Для аденокарцинома без дополнительных уточнений это неравномерное распределение областей с высокими и средними значениями жёсткости. Для крибреформы аденокарцинома это неравномерное распределение областей со средними и высокими внутри которых отсутствует полезный сигнал с значениями жёсткости. Для эмоционозной аденокварциномы это неравномерное распределение областей с низкими значениями жёсткости и областей с отсутствием полезного сигнала. И для микропопулярного рака это наличие обширных областей с очень высокими значениями жёсткости. А также ведётся дальнейшая работа по набору послеоперационного материала в целях разработки более точных диагностических критериев каждого гистотипа колорактального рака пациентов. Хочу выразить благодарность своему научному коллективу из Института Приволжского исследовательского медицинского университета, коллегам из Института прикладной физики РАН и коллегам из Приволжского окружного медицинского центра. Также хотелось бы сказать, что работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...